При подготовке к занятиям в интернет-кружке русского языка вы можете пользоваться словарями и справочниками, которые найдете на сайтах грамота.ру, академик.ру, викисловарь. Давайте сегодня вспомним, когда происходит озвончение глухого согласного звука, то есть замена его на звонкий. Но, конечно, в позиции перед звонким согласным, как это произошло в слове «сбить». Мы произносим звонкий «з», потому что он стоит перед звонким «б», хотя пишем букву «с». Это неизменяемая приставка, которая пишется всегда одинаково. Далее давайте с вами поговорим о том, как нам определить, какой частью речи будет являться слово. Для этого мы должны ответить на вопросы, что это слово обозначает, на какой вопрос слово отвечает, какими морфологическими признаками обладает это слово, как оно изменяется и каким членом предложения является. Выделяют основные самостоятельные части речи. Имя существительное обозначает предмет, отвечает на вопросы «кто?», «что?». Имя прилагательное обозначает признак предмета, отвечает на вопросы «какой?», «чей?», например, «лисий?», «чей?». Имя числительное обозначает количество или порядок предметов при счете, отвечает на вопросы «сколько?», «восемь», «который?», «пятнадцатый?». Местоимение – самостоятельная часть речи, которая указывает на предмет, на признак, на количество. Глагол «самостоятельная часть речи» обозначает действие, отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?». Наречие – самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия, отвечает на вопросы «как?», «куда?», «откуда?», «где?», «когда?», «как долго?». Давайте посмотрим на примерах, как нам определить, какой частью речи является слово. «Ночевать» – это глагол, так как слово отвечает на вопрос «что делать?» и обозначает действие. «Ночевка» – это имя существительное, так как слово отвечает на вопрос «что?», обозначает событие, у него общее значение, грамматическое значение предмета. «Ночной» – это имя прилагательное, слово отвечает на вопрос «какой?» и обозначает признак предмета. А вот слово «ночью» может быть разными частями речи, все будет зависеть от того, какую роль в предложении будет играть это слово. Итак, это может быть наречием, если слово «ночью» отвечает на вопрос «когда?». В таком случае в предложении это слово будет являться обстоятельством. Слово «ночью» может быть именем существительным в творительном падеже. «Восхищались чем?» – «звездной ночью». В таком случае это слово в предложении будет являться дополнением. Так, синтаксическая роль слова помогает нам определить его часть речи. Следующая наша тема – это про описание сложных слов с первой частью «пол», что значит «половина». Через дефис пишутся такие слова, если вторая часть начинается с гласной, как в слове «пологурца», с согласной «л», как в слове «полулиста», либо с прописной буквы, как в слове «полмосквы». В остальных случаях такие сложные слова с первой частью «пол» пишутся слитно. «Полгорода», «полчаса». Видите, что вторая часть слова начинается с согласной. Слитно пишутся сложные слова с первой частью «полу», «полумесяц», «полуостров». Раздельно пишется «полсуществительным», если между «пол» и «существительным» есть какое-то прилагательное, как в примере «пол яблоневого сада». В этом случае «пол» мы напишем раздельно. И последняя наша тема – это двоеточие в предложении. Вспомним случай, когда в предложении нужно ставить двоеточие. Во-первых, если предложение осложнено рядом однородных членов с обобщающим словом, причем это обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. Как в нашем примере. Я люблю разные фрукты – яблоки, груши, сливы. Мы видим здесь ряд однородных дополнений, перед которыми стоит обобщающее слово – фрукты. В этом случае после обобщающего слова надо ставить двоеточие. Двоеточие мы также даже с вами поставим в предложении с прямой речью, если слова автора стоят перед прямой речью. Посмотрим, например, «мама сказала» – это слова автора. После них мы ставим двоеточие, а дальше записываем прямую речь, то есть слова мамы. Прямая речь записывается с большой буквы и заключается в кавычке с двух сторон. Итак, «мама сказала, пора готовиться к празднику». Кавычки закрываем и ставим точку. Это последний знак. Продолжение следует...